дорогие друзья хотел показать сегодня вам как можно шпаклевать не шлифуя то есть или практически не шлифуя то есть некоторые секреты я показывал видео теорию сейчас хочу показать практику во первых хочу напомнить что не всеми шпаклевками это возможно сделать вот финишными шпаклевками это реально сделать полимерными вот но если вы хотите прям максимального эффекта что практически не шлифовать вообще то это возможно сделать только с помощью уже финишных паст таких как шитрок для этого я развожу их намеренно жижи делаю покажу какая консистенция должна быть такая консистенция это принципиально такая жидкая должна быть ее можно разводить по инструкции завод изготовитель это допускает это нужно для того чтобы добиться такого эффекта наносим мы финишную шпаклевку как я уже говорил в два слоя вот и каждый слой у нас практически не надо шлифовать особенно это будет касаться второго слоя сейчас покажу некоторые моменты как следует шпаклевать шпаклюем мокрое по мокрому что это значит это значит что я шпаклюю вот участками и шпаклюю как заглаживаю на мокрое сейчас покажу как это выглядит так наношу и заглаживаю обратите внимание вот такой рябочки не должен быть вот нужно шпатель держать немного так наискосок чтобы снимать лишнее если мы так будем мы будем на краю оставлять потому что шпаклевка по шпателю будет сходить вот на этот угол то есть не на этот а на этот чтобы этого не было нужно чуть-чуть шпатель вот так держать все сняли все четко здесь даже наверное пол миллиметра не будет перепада чем хорошо шпаклевать финишной пасты так это тем что перепады если мы даже залезем слой на слой ничтожно малый 0,03 миллиметра этого не видно вообще практически нам самое главное не наложить лишний слой умышленно умышленно мы можем это сделать если мы где-то не до конца снимем вот еще раз хочу повторить то есть мы шпаклюем мокрое по мокрому накладываем ведем на ту часть которую мы уже зашпаклевали если мы отсюда начнем шпаклевать то у нас здесь получится стык мы должны обязательно загладить вот и так как здесь у нас мокрая то она заглаживается идеально снимается уже здесь чуть-чуть подсохшая она на нет прям следов вообще никаких не оставляет вот это одно второе даже если какие-то есть моменты видимые когда высыхает вода уходит и шпаклевка еще осаживается то есть даже какие-то если перепады были там в миллиметр даже ой пол миллиметра вот они вообще исчезают то есть так как вода испаряется из-за того что шпаклевка жидкая то есть эти перепады даже если они существуют они исчезают то есть это понятно потому что шпаклевка жидкая если у нас шпаклевка густая перепады остаются здесь такая такое простое правило дальше покажу так как шпаклевка жидкая смотрите то что она может по шпателю стекать следите за этим приятно конечно когда заказчик оценивает работу когда приходишь а он говорит ты уже чё покрасил потолок а ты на самом деле его просто прошпаклевал конечно основное это не для того чтобы не шлифовать я все равно стараюсь шлифовать такие потолки но это намного приятнее делать когда ты шпаклюешь потолок чисто формально обратите внимание сейчас я буду зализывать как вот мокрая по мокрому здесь никакого перепада не осталось это просто в цвете из-за того что здесь уже темно уже впиталась здесь только нанес поэтому в цвете только отличие а в перепадах отличие нет все таким образом все выгоняем значит получается при таком нанесении вот перепадов не остаются на стене то есть еще раз повторю первое шпаклевка должна быть полимерной шпаклевка должна быть финишная вот можно такое повторить в обычной шпаклевки такой как витамин лр плюс но это очень сложно потому что у него фракция намного крупнее в 10 раз поэтому если вы какое-то наслоение сделаете у вас это наслоение уже будет бросаться в глаза здесь если наслоение произойдет она 0,03 миллиметра это очень очень маленькое наслоение то есть после высыхания его практически не видно вот сама шуба от покраски она намного больше будет поэтому если вы наносите таким образом финишную пасту то практически шкурить не надо я еще раз повторяюсь я шлифую только из-за формальности из-за формальности потому что возможно где-то я не углядел бывает человеческий фактор вот поэтому я все равно шлифую все равно грунтую и потом крашу но это очень приятно делать потому что перепадов практически нет все что высыхает все становится однородным полотном не забываем разбавлять шпаклевку чтобы она имела такую текучесть это по технологии несмотря на то что кто говорит то здесь в инструкции четко написано что можно разбавлять не нужно шпаклевать густой как она идет ведре вот это ни к чему делать потому что при таком шпаклевание получается перепады потом много приходится шлифовать прогоняем обязательно в два слоя не нужно за один слой накладывать толстый лучше два жиденьким вот и шпаклюем по мокрому то есть когда мы здесь прошли начинаем отсюда и заглаживаем на мокрое соответственно следующие я по примыкания прохожу заглаживая на мокрое только таким образом если мы отсюда шпаклюем у нас здесь остается перепад который потом приходится шлифовать и он будет бросаться в глаза еще когда вы шпаклюете последний слой вот советую шпаклевать по направлению окна чтобы у вас были вот такие прогоны шпателем вот шпатель я использую сороковку то есть если я так виду вот то соответственно с одной стороны это хорошо линии такие но если вы будете вот так шпателем немного прыгать где-то какие-то места то на просвет их будет видно а если вы так шпателем ведете на просвет их не видно потому что линия шпателя если прыгает то она прыгает по свету вот это тоже такие небольшие моменты это то же самое касается покраски последний слой нужно по направлению окна красить то же самое относительно шпаклевки то есть по направлению света это дополнительно придаст идеальность вашему потолку даже не шлифуя вот и еще еще я уже говорил относительно шпателя шпатель должен иметь немного такую форму изгиба сейчас не видно сейчас он грязный у меня так чуть-чуть видно то есть он должен быть чуть-чуть полукруглый слегка то есть кончики чтобы не цепляли вот это принципиально важно потому что если вас кончики будут цеплять то будут оставаться следы полоски часто вы могли видеть при шпаклевании такие полоски разные это как от от концов шпателя такого не должно и мы направляем еще не сказал не повторил направляем движение шпаклевки например вот мы отсюда начинаем шпаклевать у нас здесь уже законченный вариант допустим вот здесь мы шпаклеем мы немного шпатель вот так разворачиваем если мы вот так развернем у нас шпаклевка по шпателю будет сходить на эту сторону и соответственно здесь по краю будешь поклевка вот здесь вот мы немного разворачиваем шпателем таким образом у нас здесь шпаклевки вообще не остается мы ее снимаем на нет вот и у нас получается чистая линия то есть наслоение у нас получается без лишней шпаклевки. Вот, в принципе, все. Основная потребность такого шпаклевания это, во-первых, заказчик видит вашу профессиональность, что после того, как вы шпаклюете, практически не надо шлифовать. Ну, второе, экономия, конечно, вам самим приятно, когда вы меньше глотаете пыли, меньше шлифуете и в конечном результате получается идеальный результат. Вы не портите поверхность, поверхность у вас остается, какая была изначально, лишние слоя нет, поэтому советую шпаклевать по такой технологии. Конечно, еще закрывайте окна, чтобы сохранять влажность, потому что, когда быстро сохнет шпаклевка, это дает лишнее наслоение, чтобы за одно дыхание пройти весь потолок. Вот, поэтому, и еще, например, вы проходите этот край, вернитесь сюда, здесь пройдите, там пройдете, потом сюда верните, чтобы у вас края все время были мокрые. Вот, то есть тоже желательно так делать, это чтобы добиться и вообще идеальности. Вот, и не разговаривать вот как я сейчас, то есть если вы начинаете шпаклевать, то шпаклюйте, потому что сейчас вот я пока записываю, чувствую, у меня вот уже края подсохли. Вот, желательно этого не делать, а делать все на одном духу. Начинаете и погнали. Вот, в принципе, все, что хотел показать, какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. На этом все, до новых встреч!